Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! Мы продолжаем разбор партий благотворительного матча между украинским гроссмейстером Василием Иванчуком и его коллегой из Польши Яном Кшиштофом Дудой. После трех поединков счет 3-0 в пользу польского гроссмейстера. В четвертой партии черными играл Василий Иванчук и на Д4 ответил КФ6, С4, Е6, КФ3, Д5, КЦ3, КБД7. Слон Ф4 играет Дуда. Соперники разыграли один из вариантов ферзевого гамбита. ДЦ сыграл Василий Михайлович, Е3. Следует отметить, что в практике Иванчука эта позиция уже встречалась. В далеком 2008 году он черными противостоял восходящей звезде шахмат норвежцу Магнусу Калсену. Кстати, тогда их рейтинги были абсолютно одинаковы. 2786. В той партии украинский гроссмейстер сыграл А6, имея в виду ход Б5. Но А4, СД6, СЖ3. Пришлось ограничиться ходом Б6, С4, СБ7, СНХ4. И после долгой борьбы получилась ничья. Но в нашей партии Василий Иванчук решил сыграть иначе. Он пытается прояснить намерение соперника, сыграв КД5. Создал нападение на слона, но Дуда не отходит, а просто забирает на С4. КБДФ4, ЕФ. В результате разменов получилась очень интересная пешечная конфигурация. У белых преимущество в пространстве. Полный контроль над пунктом Е5. Но есть и пешечные слабости. Изолированная пешка Д4. Сдвоенные пешки по вертикали Ф. Зрителям канала Шахматы для всех может сразу вспомниться классическая партия Олехин-Рубинштейн. Другая классическая партия, в которой встретилась та же пешечная структура Рубинштейн-Каннель, которая продолжалась в чисто позиционном ключе. Акиба Рубинштейн, поставив коня на Е5, полностью деморализовал соперника. Но современные шахматисты играют эту позицию черными более искусно. И Василий Иванчук показывает, как нужно действовать при недостатке пространства. Он играет КБ6, СД3, СД7, СЕ4, нападая на пешку Б7. Черные ставят свою пешку на С6, временно получая очень плохого белопольного слона. Но его время еще придет. Два нуля, слон Д6, нападая на Ф4, Ж3, два нуля. В этой позиции типовая жертва на Х7 не проходит. После КХ7, КГ5, КГ6 у белых нет возможности продолжить атаку. На стандартное ФГ4 последует Ф5. ФХ8 с идеей ФХ7, ЛД8 и черные без проблем отбивают атаку, сохраняя лишнюю фигуру. Поэтому Дуда продолжает играть позиционно. Ставит пешку на Х4, КД5, ЛД1, ЛД8. Как и в партии Рубинштейн-Каннель, высвобождающие продвижения С5 и Е5 затруднены. Поэтому черные до поры до времени вынуждены ограничиваться пассивной обороной. Белые же, обладающие преимуществом в пространстве, имеют большой выбор активных продолжений. Слон Б1 играет польский шахматист. Он хочет построить диагональную батарею. И после ЛД7, ФД3 угрожает матом. Ж6, КЕ4. Играют белые, нападая на слона. Слон Е7, КЕ5. Преимущество белых сохранилось. Но черные, как уже было сказано, имеют определенные возможности к высвобождению игры. Дальнейшая стадия этой партии, которая, к слову, оказалась самой затяжной в этом интересном матче, это стадия неторопливого маневрирования. Каждый из соперников старается нащупать слабости в лагере оппонента и осуществить на них давление. Черные, конечно, стремятся к высвобождению игры и давлению на изолированную пешку Д4. Белые стараются сохранить кольцо блокады по всему фронту, не дав черным осуществить задуманное. Слон Е8 играет Иванчук. Ладья ФД1, КЖ7, ФЕ2. В этой позиции черные делают обязывающий ход, без которого, впрочем, невозможно высвободить игру. Ф6 играет Иванчук, прогоняя коня и ставит на Ф7 слона, защищая пешку Е6. Конь ЕЦ5. Янг Шиштов Дуда сразу же создает давление на ослабившуюся пешку черных. Иванчук меняется на Ц5, Конь Ц5 и защищает пешку ладьей. Ладья Е1, Б6. Конь вынужден отойти. Ладья ЕЕ7, А3. Белые хотят продвинуть свою пешку на Б4. Ладья ЕД7, Ладья Ц2, Ладья Е7, Ладья ЕЦ1, Слон Е8. Иванчук защитил на Ц6. Ладья Ц4, Ладья Ц8, Слон Д3, Ладья ЦЦ7. После Король Ж2, Ферзь Д7 и дальнейшие несколько ходов Иванчук делает исключительно своим ферзем, показывая, что у белых нет точек прорыва. Конь Д2, Ферзь Д8, Б4, Ферзь Д6, Слон Е4, Ферзь Д8, Ладья 4, С2, освобождая поле для коня. После Ферзь Д6 он нападает на Ферзя, заставляет его вернуться обратно. Конь Е3, Ферзь Д6, Слон Ф3. Пока черные стояли на месте, белые перегруппировали свои силы, но ничего конкретного не добились. Здесь возник очень удобный момент для высвобождения игры. Иванчуку нужно было забрать на Е3 и после взятия Ферзьем или Пешкой пойти Е5. Наконец-то это высвобождающее продолжение оказалось возможным. Черные уравнивают игру. Но тут соперники обмениваются ошибками. Иванчук, не чувствуя опасности, играет Слон Ф7 и Дуда проходит мимо прекрасного шанса получить большой перевес. Поляку нужно было просто забрать на С6. И после Ладья С6 взяли, забрали, съесть на Д5, пользуясь подвисшим состоянием Ладьи. Сейчас угрожает отскок коня со вскрытым нападением на Ферзя. У белых, несмотря на отсутствие качества, очень большое преимущество. Но Дуда тоже прошел мимо этого момента и сыграл Х5. Весьма неплохое продвижение. Как мы видим, черные сами не сыграли Х7-Х5, ослабляя свою структуру. Ну а сейчас забирает Иванчук на Х5. Хотя, конечно, это весьма спорное решение. Но в дальнейшей борьбе черные сумели укрепить свой королевский фланг. Неторопливое маневрирование продолжается. Конь С4, ферзь Д8, слон Х5. Слон Ж6. Играет Иванчук, нападая на Ладью. Та отходит. Ладья С, Д7. Слон Ф3, ладья Е8. Конь Е3, конь Е7. Ферзь С4, ладья Д6, ладья С, Д1, конь Д5. Ферзь Б3. Ни белые, ни черные не хотят менять коней на условиях соперника. Поэтому эти легкие фигуры остаются пока на доске. Ладья Е7, конь С4, ладья Д, Д7, ферзь Б2. Ферзь Е8, ладья С1, слон Х5 и ферзь Б3. Ферзь Ж6, король Ф1 и происходит размен слонов. Ладья Е8, конь Е3, конь Е7, король Ж2. Ладья Д8, черные напали на пешку, защита, король Ф7. Белые продолжают владеть определенным пространственным преимуществом, но ничего конкретного, как и раньше, нет. Поэтому Дуда предпринимает активные действия на ферзьевом фланге. Играет А4, после конь Д5 меняется на Д5, ладья Е1, ладья Д6 и ставит пешку на Б5. После размена на этом поле брать пешку ладьей просто нельзя, потому что белый ферзь с решающим эффектом вторгается на седьмую линию. Перекрытия нет и ферзь продолжает пиратствовать в тылах соперника. После король Е7, даже не взятие пешки, а ферзь С7, чтобы на ладья Д7 огорошить соперника жертвой ладьи на Е6. Ладья Е2 и белые отыгрывая ладью продолжают атаку и получают решающее преимущество. Но Иванчук, конечно, отравленную пешку не забрал. В этом напряженном тяжелофигурном миттельшпиле он пошел ферзев 5. Ладья А1, нападая на А7, защита, еще одно нападение и теперь уже взятие на Б5. Ладья А7. В этой позиции черным неплохо было бы пойти ферзь Д5, предлагая размен ферзей. Конечно, белые могут отказаться и забрать на Д7, вынуждая черного ферзя покинуть центр. Но черные так держали равенство. На Д5 же Иванчук поставил одну из своих ладей. Ж4 сыграл Дуда. Ферзь С2. И в этой позиции у белых был неплохой шанс получить решающий перевес. Ферзь бьет Д5, ЕД, ладья Д7, король Е6, ладья Б7. Конечно, две ладьи довольно активные. Можно напасть дважды на пешку Б6. Ну и ферзь тоже неплох. Шах, Ф3, Ферзь Д4, ладья Б1. Белые все-таки забирают на Б6 и король белых будет удачно прикрыт пешками на королевском фланге. В то время как пешечная структура черных раздроблена. И белые ладьи имеют шансы поживиться этими пешками. Но Дуда решил не меняться на Д5. Он пошел Ф5, подрывая опору ладьи. Если забрать на Д4, то после размена на Д7 следует вилка и Ж5. Очень сильный ход. Белые, нападая на пешку, расчищают подходы к черному королю и получают очень большой перевес. После взятия можно пойти ладья А3. И атака на черного короля становится решающей. Но Иванчук осторожно отошел на С6, прикрыв пешку Е. Взяли, забрали, скушали, съели. Ладья А7, шаг, король Ж8, ферзь Ф4. 70-й ход этой очень трудной партии. Что же делать черным? Угрозу ферзь Б8 лучше было отразить ходом ладья Д7, предлагая переход в ферзевое окончание. Но Иванчук решил перекрыть диагональ. Ладья Д6, король Ж3, ферзь Б3, шаг, Ф3. И в этой позиции Василий Иванчук, утомленный такой долгой борьбой, допускает решающую ошибку. Ему лучше было вернуться на Е6, сохраняя возможности активной защиты, связанной с шагом ферзь Е1 и в то же время прикрывая ладью. Позиция оставалась равной. Но украинский гроссмейстер потратил несколько секунд на расчет последствий жертвы ладьи. И сыграл ферзь Б1, получая возможность дать шаги с полей Е1 и Ж1. В случае взятия на Д6 следует ферзь Ж1 и больше ничьей у белых нет. Иванчук тут оказался абсолютно прав. Кх4, ферзь Х1, король Ж3, снова шаг. Конечно, на Ф4 нельзя. Сквозной шаг ферзь Х2 с выигрышем ферзя. А после Кх3 ферзь Ф1. Важный шаг, чтобы не было перекрытия ферзь Х2 после ферзь Х1. Ну и здесь белые никак не могут уйти от вечного нападения. Но хитрый Дуда не стал брать ладью, а пошел ферзь Е3, создав угрозу линейного мата. Кстати, ферзь белых еще и прикрыл поля Е1 и Ж1. Если пойти ферзь Б5, защищая поле Е8, то белый ферзь торгается на седьмую линию. И здесь черных уже ничто не спасет. Ладья Д8 сыграл Иванчук. И после ферзь Е6, понимая, что скоро получит мат, сдался. Вот такая очень напряженная борьба, в которой Василий Иванчук все-таки не выдержал долгого давления более молодого и наигранного соперника. По дебюту Иванчук получил стесненную позицию, но искусно раскрутился, держал равенство более 70 ходов, но все-таки в конце концов оступился. Дуда же провел эту партию очень сильно. Он ни в один момент не имел худшей позиции и постоянно давил на соперника, в конце концов добившись своего. Этот четвертый поединок закрывает первую часть этого матча. Она оказалась совершенно шокирующей для самого Иванчука и его многочисленных болельщиков. 4-0 в пользу польского гроссмейстера. Конечно, если бы Иванчук сполна использовал свои шансы в первых двух партиях, то счет мог бы быть равным. Но все это из области предположений, а результат на табло. Сухой счет, который вынуждает Иванчука во второй блиц части этого матча играть более рискованно и постараться все-таки забить один или два гола престижа для того, чтобы размочить счет. Обзор блиц партии впереди. А пока я говорю спасибо за внимание. Призываю вас подписываться на канал Шахматы для Всех, ставить лайки, если вам это видео понравилось, а также писать свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.